Дорогие наши дети, сегодня у нас с вами первая встреча на родной земле. Три недели они колесили по Европе. Ученики и педагоги детской музыкальной школы номер один на днях вернулись домой. Сначала поучаствовали в конкурсе «Париж-Жотем», а потом в Милан отправились. Если представилась такая возможность, мы поучаствовали еще в одном фестивале – «Вива Милана». Тоже в номинациях «Хореография и театр», в номинациях «Академические вокалы и инструментальное творчество». В рамках международного проекта «Салют талантов» конкурсы детского и юношеского творчества проводятся уже пятый год. Ученики первой музыкальной школы впервые приняли участие в этом фестивале. Более 30 российских городов, страны ближнего зарубежья, местные коллективы, сотни талантливых детей и подростков выступили на европейских площадках. Но больше всего дипломов увезли домой хабаровчане – 18 призовых мест. Наша делегация творческая была самой многочисленной. Она состояла из 56 человек, что привело, конечно, в некоторый восторг комиссию и вообще всех представителей, потому что хабаровские знали очень мало, где это находится. Мы их ориентировали на Японию, но для них это все равно было очень далеко, и они ужасались, какой же путь мы проделали. В номинации «Мюзикл» сказку по щучьему велению признали лучшей и в Милане, и в Париже. Колоритные костюмы, музыкальное сопровождение – все было, как на премьерном показе филармонии. «Мне в невесту помогать, чем во дворце находный пост, птицу счастья на удачу ухватить ее за хвост». Разве что Емелин транспорт пришлось дома оставить. Железная дорога не смогла обещание дать, что вовремя доставить. Вот и пришлось с комарохом в печку перевоплощаться. Но так даже интереснее получилось. «Отправляйся, печка! Царю!» Впрочем, не только печка дома осталась. Рояль тоже ведь в чемодан не положишь. «Хоть у нас там и в Париже у нас был инструмент, так не очень мы привередливы к этому делу. Привыкли, что у нас всегда рояль, филармония. А нам поставили цифровое пианино, но мы все равно сыграли, и сыграли хорошо, и мы очень рады». Отличились в каждой номинации. Вокалисты три первых места заняли. Александра Бочарова еще и дополнительную награду получила за артистизм. «Окном мои лесбопушки, и выкуплились в небском слоу, и я в гости встретить рода, а с тропой у двери ребенка». В жюри известные артисты, режиссеры, деятели культуры, в том числе и русскоговорящие. Выпускник Санкт-Петербургской академии хореографии, ныне звезда знаменитого кабаре «Мулинруш» Леонид Гущенко. Не первый год в конкурсной комиссии. «Я хочу еще раз сказать, что в очередной раз русские самые талантливые». «Спасибо вам всем, спасибо, спасибо вам, спасибо участникам, спасибо большое родителям, что это все выдержали, привезли ваших красивых детей сюда, в Париж, показали нам все, что способны. Спасибо большое». «Мы очень рады, что мы вернулись сюда с победой, защитили свою родину, так сказать, в этом конкурсе». «Поразила меня, прежде всего, в городах архитектура, так как там настолько все сказочно так сделано, что, ну, это просто невероятно». «Мне очень понравилась наша поездка, наши выступления, мне очень понравился город Венеция, мне она просто поразила, мне нравится, ну, как бы, там, то, что ни одной машины, то, что там все, все одни лодки». «В Париже очень плотный трафик, и люди всегда спешат на работу по каким-то магазинчикам, перебегают на красный свет, это очень интересно, наблюдать за ними. Все очень утонченные, модные, стильные». «Почивать на лаврах артистам некогда, нужно приступать к подготовке нового мюзикла «Кот в сапогах» и готовиться к финальному концерту международного проекта «Салют талантов». Он состоится в октябре этого года в Москве. Будут выступать победители проекта, а значит, делегация из Хабаровска вновь будет самой многочисленной. Ирина Забродина, Александр Ландер, Вести культура.